Привет! Сегодня 1 июля, это начало длинного викенда в Америке, потому что 4 июля это день независимости. И по этому поводу мы начинаем расширенным составом движения в сторону Еллустонского заповедника. Собственно, вот наша команда, да, и мы поедем вот на этой вот замечательной красной машине, которая, да, вот она так не вмещается, но сейчас я отойду подальше. Это на самом деле Chrysler Pity Cruiser, замечательного красного цвета. Вот, и, собственно, вот мы решили его немножко размять и проехать на нем 800 миль в один конец, и потом еще столько же обратно. Итак, мы начинаем движение в сторону магазина, где мы хотим закупиться продуктами, чтобы нам было что кушать в дороге. Так, вот мы отъезжаем от СФ, а процесс закупки мы не запечатлели по непонятной причине, наверное, потому что камеру забыли в машине. Вот, ну вот теперь, затарившись едой, довольные мы, наконец, выруливаем на наш маршрут. Сейчас выезжаем на 4-ю улицу и будем с нее выходить на 405-й хайвей. И вот он, выход на 405-й хайвей. Собственно, да, вот здесь вот направо, не гони. Ну, пробка рассосалась. Все будет замечательно. 11-й хайвей. Ну, да, вот тут просто так и стоим. Саша, тебе там как, комфортно? Да, точно. Вот сейчас с i-405 мы уйдем на i-90 East. Это мы поедем внутрь материка. И по i-90 нам надо будет проехать, ну, непонятно сколько, миль 700 примерно. Вот, собственно, пошел выход. Мы покинули 405-ю, но еще не попали на i-90. На и-90. КОНЕЦ. А вот и выход на А-90 Печет, Кирюх, здесь нам нужно на пару полос влево и... И до посинения И до посинения, да Все, вышли на А-90 И теперь будем по ней пилить долго и упорно Ну, не знаю, если будет что-нибудь интересное по дороге, будем это дело снимать Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, что я подумал, вот эти всякие там... Может, есть эти TurboTaxe, но тогда надо немножко разобраться И вот все вбить, всякие приложения Ну, очень не хочется разобраться Либо вот какой-то фирменной нет Но фирма, я думаю, там стоить будет прилично Достаточно быстро темнеет, поэтому, наверное, это один из последних кадров, которые я сейчас снимаю Потому что потом просто не будет ничего видно Но если будет еще что-то интересное И будет еще достаточно светло, мы это, конечно, тоже снимем Пока что впечатляет изменение ландшафта Мы выехали из гористой местности и приехали к холмистой равнины Что-то за херня весело Что-то за херня весело Выпила глухая ночь И вот мы доехали до очень одинокой заправки На которой мы восполнили запасы горючего Немножко поели, немножко выпили кофе И сейчас поедем дальше Выглядит это вот так Это, собственно, заправка На ней один единственный насос Мы долго не могли попасть карточкой, как надо Но в конце концов попали и заправились Вот там вот, как бы сказать, помягче туалет Которым мы воспользовались А это, собственно, мы Уже поевшие, выпившие кофе готовы двигаться дальше Мы сейчас проехали примерно половину расстояния Осталось еще столько же И вот мы приехали, собственно, в Йеллоустонский парк И вот эта вот арка Это вход в него Вот мы сейчас через нее въехали И поедем чуть-чуть дальше Где мы купим пермит на посещение парка А потом мы поедем дальше И посмотрим, что есть, собственно, в парке А вот по склону холма идет местная живность Но приближаться к ней близко нельзя Об этом написано в правилах К коленям нельзя приближаться ближе, чем на 20 метров К медведям нельзя приближаться ближе, чем на 100 метров Поэтому мы их посмотрим издали Вот Тот же самый Wild Life Немножко с другой точки зрения Вообще их тут очень много Потому что если посмотреть вот туда То можно увидеть теннисный корт А рядом с ним Кучу все тех же самых оленей Вид отсюда открывается совершенно сказочный Там вот внизу речка Утверждается, что по ней можно сплавляться Но выглядит она грязной и мутной Вот здесь что-то нет ничего похожего на источники Вот избушка стоит, может быть, внутри нее что-то есть Но это Как-то смотрится она не так, чтобы... Да нет, вряд ли Сашка, а покажи пальцем, где ты видишь дым? Видишь, где белое? А, да, точно Или пар или дым? Да, наверное, пар Это место характерно геотермальной активностью И вот та точка, в которой мы сейчас находимся Называется Маммотт Ход Спрингс И мы приехали сюда в надежде увидеть гейзеры Но что-то мы их здесь не видим Возможно, их здесь нет Сейчас мы почитаем Собственно Буклет, который нам дали И, может быть, там будет информация А вот еще один Вайллайф Крупным планом А вот еще Вайллайф Под названием Бизон Утверждается, что он бегает со скоростью 45 км в час И подходить к нему тоже категорически нельзя Но сейчас он занят тем, что кушает И на нас внимания, к счастью, не обращает Зимой здесь, наверное, пусто И, наверное, зимой здесь Дороги обледенело И по ним сложно ездить Я вот конкретно про горячие источники Ну, у горячих источников, наверное, промоены Вот мы пришли, собственно, к первым горячим источникам Видно, как там все булькает И поднимается пар Но это не гейзеры Это только горячие источники Тут везде предупреждение Что к источникам подходить нельзя Потому что почва рядом с ними тонкая И можно провалиться прямо в кипяток И что были случаи, когда люди проваливались и погибали Поэтому ближе, чем вот мы сейчас здесь находимся Мы подходить не будем Вот еще тот же самый горячий источник крупным планом Вот Сашка рискнул спуститься А сейчас пробует воду и воду И говорит, что очень горячо Сейчас мы выйдем быстро Сашка, поделись своими впечатлениями Что ты чувствуешь? Так тебя не слышно Повернись к нам, пожалуйста Я руку поднес И пар горячий То есть реально там кипяток А суть палец быстро Не в кипяток, можно если быстро Дай я попробую Так, ну все Мы пошли экспериментировать Итак Берется палец Засовывается в кипяток Вот это маленькое что-то Ну и как? Горячий Причем так прилично горячий На кипяток? Не знаю, реально кипяток Не знаю, градусов 80-90, я бы сказал Сурово Просто фантастически выглядит Да, вот мы пришли к изумрудному источнику А вот, собственно, он сам К сожалению, камера не передает запахов Пахнет эта штука феерично Это гейзер Который иногда извергается Но извергается он, а периодически Поэтому мы можем ждать достаточно долго Пока он в следующий раз соизволит извериться Поэтому мы сейчас здесь постоим немножко Но если нам не повезет, значит не повезет Ну вот он чуть-чуть чего-то делает Но такое вот очень невнятное Скорее слышно, человек Да Вот да, чего-то такое вот Ну вот, да, вот чего-то из него полилось Но не видно, плохо видно Вот, ну ладно В общем, я думаю, что на этом можно заканчивать Потому что вряд ли мы увидим что-то более Красочное Да, пошли к следующему Это называется Цистерн Спринг Оно очень красивого цвета И тоже булькает И воняет Воняет сероводородом Как будто тут стул-грузовик яиц Но очень красиво И хочется туда прыгнуть Только я боюсь, что если туда прыгнуть То да, сразу можно и это подавать к столу Собственно, вот отсюда не видно Имеется в виду на камере А на самом деле там со дна поднимаются пузыри А почему не видно? Должно быть? Да не видно Да будет видно наверняка Ну хорошо У тебя просто маленькие викищи Нет, да Ну ладно Так, ну мы начинаем движение к следующей достопримечательности Ну я думаю, что они просто умерли от соляных выделений источника Мы стоим перед гейзером под названием Ветеран Слышно, как он бурлит И видно, как он выплескивается наружу А еще из него тоже хлещет пар со страшной силой Перед нами сток одного из гейзеров И хорошо видно солевые отложения, которые получаются в результате протекания здесь воды из гейзера Да, и тут зажурчало А это вот застывшая магма Как утверждают те, кто пинал ее ногами Потому что говорят, глина крошится А эта очень твердая Это гейзер, который называется Ахинус Написано, что он очень непредсказуем Что он извергается редко Но при этом каждый раз очень зрелищно В нем есть железо и алюминий Что, по крайней мере, железо видно по цвету коричневому Который окружает этот гейзер Сейчас он спокойный Я думаю, что ждать, пока он будет извергаться, мы не будем Это кратер Спринг Он спокойный и прозрачный Но тоже очень горячий А это вот следы медведя Который здесь проходил недавно И это тоже следы медведя Который тут ходил Видимо, тут не очень жарко Раз он прошел Ну вот он как-то не извергается, а только издает звуки Но звуки он издает впечатляющие Как закипевший чайник почти Называется Green Dragon Spring Ну, в общем, не очень понятно, что там происходит Идет пар и что-то бурлит А это называется Blue Mud Steam Blend Насчет Blue не знаю Но то, что грязи там достаточно Это видно невооруженным глазом Yellow Funnel Spring Что-то он не желтый все равно Я имею в виду, наверное, что вода там не чистая А с желтоватым оттенком Да, немного Даже боюсь представить себе источник этой воды Это Minut Geyser А вот, собственно, и он сам По камере извергается он стабильно Но не высоко И судя по цвету В нем тоже есть железо А вот непонятная дырка в земле Из которой со страшной силой Шарашит паром Geyser это или нет Сказать не могу Рядом есть еще другая дырка Помельче Из нее тоже шарашит паром Но не так сильно Это место называется Fountain Paint Pots И здесь мы видим тоже лужу Беловатой грязи Которая булькает Достаточно забавно А еще кое-где Она плюется грязью Это видно И это тоже забавно Здесь тоже яма С кипящей мутной жижей А вот из той дыры Со свистом вырывается пар Мы еще не дошли до таблички Где написано, что это Поэтому мы не знаем Как оно называется Прочитали табличку Называется это Earthquake Offspring Выглядит устрашающе И вот наконец мы пришли К чему-то действительно Впечатляющему Это называется Spasm Gator Но впечатляет Не то, что вы Прямо сейчас видите В кадре А вот это Вот панорама места Где это все находится Еще тут есть вот такое Красивое озеро С такими вот красивыми горами А это коса, которую я снимаю Против солнца Поэтому ее совершенно не видно Она узкая И по ней ходят люди И снимают рыбу Слышим драконий рот Это явление Называется Dragonmouth Spring Это пещера Из которой валит пар И раздаются страшные звуки А еще периодически Уплескивается вода Это называется Грязевой вулкан Больше про него Наверное и сказать-то нечего Вулкан он и есть вулкан Грязевой он и есть грязевой Как называется это явление Мы не знаем Потому что тут нет таблички Но оно достаточно шубное Достаточно масштабное Производит много пара А вот Как правильно говорит Кирюха Тут на самом деле Да, написано Что это называется Чернинг-калдрон Калдрон это котелок Черник не знаю Это мы потом посмотрим словаря Это что-то типа Перегореть или гореть Вот такие вот дела Все засвечивает А вот мы нашли еще одного бизона Который стоит и питается Будем надеяться Что он не будет обращать нас внимание Потому что иначе нам придется Бежать со скоростью Больше 45 км в час Это гостиничный номер В котором мы ночевали В Елустоуне Почему-то Раковины тут вынесены Из ванной И находятся Прямо в комнате Еще тут была Большая двуспальная кровать И диванчик А нас было трое Поэтому один спал на диванчике Один спал на кровати Один на полу Мебель тут Деревянная Причем Производит впечатление Какой-то Очень крепкой Но мы ее на прочность Не проверяли В качестве Дополнительного бонуса Этого номера Нам назвали Холодильник И микроволновку Стоило нам Это удовольствие 219 долларов За сутки без налогов Вот сейчас мы обсуждаем Планы На сегодняшний день Потому что Посмотрели мы вчера Малую долю парка И Хотим сегодня Посмотреть еще чего-нибудь Из того, что Вчера прошло мимо нас Мы выписались из гостиницы Упаковались в машину И готовимся К отъезду Уже достаточно Семь жарит солнце Машина успела нагреться Поэтому мы ее открыли Чтобы она проветрилась Планируем Потратить Порядка 6 часов На то, чтобы посмотреть Еще какие-то достопримечательности И потом начинать движение В сторону дома Да, вот к нам идет медведь Он идет не совсем к нам Вот он идет по склону горы Это маленький медвежонок Который только что Перешел дорогу И вот он Видно, что он чего-то ест Он что-то нашел на земле Или где-то в воде Он что-то нашел на земле По-моему Думаю, сейчас мамаша придет Думаю, сейчас мамаша придет Водопад называется Тауэр пол Порядка Рубь Порядка 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 Темп� О, что-то , что-то Порядка Чижак О, что-то Делает Водопад Порядка Чижак 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 Порядка Кuleм Порядка Каб Ехали мы, ехали, увидели красивое место и решили остановиться. На самом деле это место особенно ничем не примечательно, но отсюда открывается замечательный вид на окрестности. И я не смог удержаться от того, чтобы не снять панораму. Потому что здесь на самом деле видно практически все элементы местной природы. И горы со снежными шапками, и холмы, которые производят впечатление плюшевых и леса. Почему-то тут встречаются места, где очень много мертвых деревьев. Причем кое-где видны следы лесного пожара, а кое-где их не видно. Такое впечатление, что деревья просто взяли и умерли по какой-то причине. Почему, непонятно. Еще здесь совершенно поражает воображение то, что лежит снег. То есть вот сейчас июль месяц, а здесь лежит снег. Его можно потрогать. При том, что температура сейчас... Кирилл, сколько сейчас градусов показывает машина? 75. Сейчас 75 градусов Ренгейта, что соответствует градусов 22, да, наверное, Цельсия. Да, даже ближе к 37. Вообще можно ниже спуститься. Еще один водопад. Пока мы не понимаем, можно ли подойти к нему ближе или нет. Посмотрите, она так теплее занимается в дороге. Это речка, которая течет по каньону. А вот даже самая речка с более низкой точки зрения. Речка очень пурная. Вода не такого небесно-голубого света, как раньше. А здесь это все плавно переходит в водопад. 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 Продолжение следует... 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 Вот первый водопад немножко с другой точки зрения. Субтитры подогнал «Симон» 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 Это был гейзер Олд Фейтфул. Он взрывается раз примерно в полтора часа и выбрасывает воду на высоту до 44 метров. На этот раз нам повезло, и мы видели его извержение во всей красе. А тем временем мы движемся домой. Сейчас около 12 часов ночи, и мы остановились заправиться и перекусить. И что удивительно, так совпало, что мы остановились ровно на той же самой заправке, на которой заправлялись в прошлый раз. Так что мы уже залили полный бак, уже съели банку консервов. Сейчас упакуемся обратно и будем продолжать движение. Ну вот спустя два с половиной дня и полторы тысячи миль, а может быть и больше, мы вернулись в исходную точку. За это время мы увидели много чего интересного, о чем надеемся в некотором не очень отдаленном будущем вам рассказать. А сейчас мы очень хотим спать, поэтому мы с вами с вами прощаемся. До новых и радостных встреч в эфире.